Дорогие друзья, здравствуйте! Всем добрый день! Дорогие друзья, здравствуйте! Во время всего конкурса мастер-класс по коммуникациям был в живом исполнении. Спасибо вам большое и спасибо, что вы сегодня пришли в нашу студию. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо за приглашение! Тоже с удовольствием вам похлопаю. И я получила столько эмоций, столько впечатлений в воскресенье прошлое. И я не могла вас не пригласить и не показать это всё нашим зрителям и не рассказать нашим слушателям. И, конечно же, хочу представить победительницу конкурса, первого конкурса «Красоты. Пышная красавица». Также обладателя приза зрительских симпатий Саиду Феоктистову. Саида, здравствуй! Здравствуйте! Спасибо большое тебе, что ты пришла сегодня, нашла время. Я, в общем, дошла в воскресенье только поддержать тебя. Да, мне было очень приятно. Я была настолько вообще... Просто мне каждая участница понравилась. И настолько была очарована каждая из вас, что я с удовольствием рада вас приветствовать в нашей студии. Рада, что вы пришли. Продолжим. Нина Вакуленко. Это победитель в номинации «Самая творческая». Нина, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы сегодня с нами. Наталья Яркова, победительница в номинации «Самая спортивная». Наталья, здравствуйте! Добрый день! А ваш выход со скакалкой, это было вообще бонзо! Да, это было бонзо! Анна Пономарёва, это победитель в номинации «Самая креативная». Анна, здравствуйте! Здравствуйте! И Хельга, это ещё один организатор конкурса, первого конкурса «Красоты». Пышная красавица в Якутске, помощник Ксении. И исполнительница «Шикарный голос». Спасибо за прекрасный вечер. И Хельга, здравствуйте! Спасибо всем! Всем привет! Спасибо, что вы сегодня с нами. Я очень рада, что сегодня наш эфир посвящён конкурсу «Красоты. Пышная красавица», который разбил стереотипы. Я в бытной своей журналистике, когда работала в газете, я посещала много конкурсов «Красоты», и они были, в принципе, все на одно лицо, одинаковые. Там уже не было сложности никакой выйти на сцену девушкам, потому что они уже все входили вот в эту формочку, заданный стереотип, и те какие-то вот стандарты, которые нам навязывает социум. И на каком-то этапе мне стало неинтересно туда приходить, потому что они были шаблонными. То, что я увидела в это воскресенье, это было просто настолько необычно, настолько по-новому. Это было так искренне, так трогательно, потому что это было непросто выйти на сцену. И мне кажется, вы не только разбили стереотипы, вы еще полностью расстреляли вот эту фразу, то, что встречают там по одежке, когда замеряют вот эти вот стандарты, а типа провожают там по уму. Ну, встретьте по уму и по душе. Каждая из вас настолько раскрылась, настолько была уникальной, красивой. Просто вот я сегодня даже, я боюсь, конечно, вот в эту вот похвалу уйти, да, но я не могу не сказать вот таких вот эпитетов. Спасибо вам огромное. И это очень круто, то, что вы заявили о себе, да, о том, что человек, женщина может быть разной, и она при этом красивая. Какая разница, какой у нее объем груди, какой у нее объем талии и бедер, она просто красивая. Это очень круто было. Спасибо вам за этот праздник, потому что мне не нравится, что в нашем обществе есть такие установки в семье, да, что девочка должна-должна-должна быть какой-то там, да, ну, и выйти там замуж, понравится мужчине. А зачем, может, она вообще не хочет выходить замуж, да, может, у нее вообще абсолютно другие какие-то идеалы, да, и планы на жизнь. Поэтому очень круто. Ну, у меня первый вопрос, кому принадлежала эта идея шикарная, почему решили провести это в Якутске, и насколько сложно или, наоборот, было несложно найти участниц для этого конкурса? Я отвечу коротко, не буду много говорить. Вообще, в принципе, идея пришла, наверное, ко мне месяца два назад, да, Оля? Где-то месяца два назад, и я тогда с Ольгой поделилась, говорю, Оль, хочу провести данный конкурс. Ну, конечно, я для начала промониторила вообще, какие мероприятия проводятся в Якутске, и поняла, я должна была понимать, что я должна выстрельнуть, да, и сделать праздник. Когда этот конкурс в голове появился, у меня ни капли не было сомнения о том, что я не наберу участниц, или там что-то не получится, или там где-то какие-то будут, какие-то неполадки, да, не было. Я внутренне была уверена, что все будет отлично. Когда кинули вот уже с Ольгой, потом встретились, я поехала, договорилась в крыше, мы встретились в крыше. Конечно, были, да, Оля, еще у нас один вариант, где провести данное мероприятие, но мы от него отказались, и все-таки как бы остановились на крыше. Там нас тоже поддержали, и мы вот начали работу, раскидались сразу, начали с Олей активно раскидывать объявления о приглашении участниц, и как-то вот оно с собой вот так вот получилось. Конечно, хотелось бы больше, но я в свою очередь считаю, что на первый раз это достаточно было. Ну, больше-то оно, наверное, и не надо было, потому что это девочки-первоходцы, которые вот показали, что можно действительно вот так вот себя представить, и вот, а дальше уже будет больше и лучше. Не было затянуто абсолютно, не было ощущения, да, что как-то вот долго, наоборот, как-то было очень все насыщено, активно, и очень легко было воспринимать. В зрительном зале, мне кажется, ни одного человека не было, кто бы как-то равнодушно сидел, все были включены вот в это действо, в поддержку. Конечно, было очень хорошо, что были группы поддержки у участниц, да, расскажите, пожалуйста, девочки, насколько вам было самим, может быть, просто, может быть, легко решиться поучаствовать в этом конкурсе, зачем это нужно было каждой из вас, и как отреагировали ваши близкие, друзья, подруги, потому что у каждой из вас была отличная группа поддержки, просто круто. Ну, во-первых, конечно, это нам друзья и дали такую наводку, чтобы мы пошли туда участвовать, и без них этого мероприятия бы и не было, наверное. Конечно, да, поддерживают и близкие, и друзья, и знакомые, с кем по работе где-то встречаемся. В общем, и плакаты рисовали, и флажки там лепили перед этим выступлением. Ну, вот, в общем, да. Ну, кстати, от группы поддержки я вообще такого не ожидала, что будут плакаты, вот это вот, флажки, даже вот эти фанатки приносил кто-то, это, по-моему, с твоей стороны были, да. У меня вообще мама одна днями и ночами сидела, рисовала. Да, как красиво нарисовано было. Она не только рисовала, она вырезала же каждую букву вообще из бумаги, клеила, я потом уже увидела это всё, что там в голове, красиво. Ничего себе. И дети вас как поддержали, уже дети вышли на сцену, так это трогательно было, вы, конечно, весь зал там растопили просто. Самое, наверное, холодное сердце, однозначно, это не осталось равнодушным. Там очень круто было. Саида, как у тебя, как твои поклонники, как твоя группа фанатов? Ну, вообще, изначально они меня сподвигли на этот конкурс, поэтому, и они сами же пришли и с плакатами, и поддержали. Я сперва очень волновалась перед выходом. И когда их увидела, я как-то, хух, и успокоилась. А, свои, свои, такая, и пошла уже. Как-то легче, когда вот видишь в зале своих. У нас много фотографий с конкурса, я надеюсь, режиссёры будут их показывать. Они очень красивые. Также у нас есть видео. Мне очень понравился индийский танец в исполнении Саиды. Это просто фурор, так круто. Ты с таким удовольствием танцевала, просто вообще, я не могла даже, уже камеру убрала, что я хотела смотреть не через телефон, а просто глазами. Это было очень круто. И жаль, что я его до конца не засняла, но всё-таки отрывок есть. И, возможно, тоже мы сегодня и покажем его нашим зрителям. Я сама тоже очень рада, что вообще почти вот индийского танца нету, снятого на телефон. И я подумала, это же так круто, что я смогла подарить эмоции людям, что люди даже забыли про телефон и смотрели только на танец. И я такая, как хорошо! И я была очень рада. Наверное, в вашей группе прибавятся люди, которые захотят учиться индийскими танцами. Вот сейчас как раз нашим зрителям, наши слушатели нас, они, конечно, не видят, но они нас слышат. Вот как раз кусочек этого индийского танца. Но это вообще настолько, прям такое удовольствие вот у тебя, у самой, которое ты просто в зал вот так вот щедро раздаёшь. И это очень профессионально ведь. Ну, шикарно, шикарно. Мне самой очень нравится. Сколько лет занимаешься? Пять лет. Как классно, да, когда человек делает то, что он сам любит, то, чем он кайфует. Всё, это сто процентов зацепит всех. Никого не оставит равнодушных. Ну, я от этого сама балдею. Так это настоящий же готовый номер, который можно в любую программу включать, правда? Да, можно. Я хочу немножко добавить, да, вот по поводу вообще девочек, вот по поводу номеров, что касаемо творческих, да, ну, немножко изначально так вот пройдусь. Вообще у нас была немножко другая фишка. Но мы её отложили, да, не будем её озвучивать. Вот. Вообще все данные этапы конкурса, это не просто так были сложенные какие-то моменты, да, вот как в банальных конкурсах красоты. Вышли, спели, показали. Здесь сама изюминка в том, что мы же девочки все пышные, и любой девочке трудно выйти на сцену, да, это нам вот ведущим это легко даётся, выйти, поговорить, с народом что-то сделать. Во-первых, визитная карточка. У каждой девочки была абсолютно разная визитная карточка. Они тщательно готовились. Допустим, Наталья, она сначала вроде бы заучила, потом сказала, я буду говорить своими словами. И это очень хорошо сыграло, потому что люди воспринимают монолог незаученный, да, вот так душевно, как оно есть. Нина, здесь у нас, конечно, женщина-огонь, она изначально такая женщина-позитив, она всегда смеётся, улыбается. И визитка такая же была, она меня потрясла своей визиткой сразу, когда она говорила, что я люблю тортики, там, булочки. Ну, это фишка. Я кушать очень. Да, это вот её была фишка, да, у Ани. Анна у нас, она вся такая вот нежная, воздушная, вся такая вот, вот она такая лёгкая, да. Ну, вот она такая, и визитка у неё такая же была. Вот у неё с Натальей чем-то они мне переплетались по смысловой нагрузке вообще их визитных карточек, потому что здесь более такие семейные, такие вот традиции, что-то вот очень-очень такое укореневое, да. Саида, она здесь взяла такой театральный подход, у неё свет мой зеркальце, скажи. Сказка. Да, сказка. Саида изначально всех окунула в сказку, да, и это тоже сыграло свою роль. Потом далее мы сделали следующий этап, это было задание жюри были. Это тоже не просто так было. На самом деле мысля была следующая о том, чтобы, я опять же повторюсь, не каждый может выйти не то, чтобы что-то сказать в микрофон, а когда сидит сто с лишним человек и активизировать зал самой одной в первый раз, это нужно было ещё суметь сделать и пройти. Я девочек, конечно, предупредила о том, что будут задания жюри, но я сомневалась 50 на 50, честно говоря, смогут ли они, растеряются они или нет. Девочки вообще не растерялись. На самом деле это вообще аплодирую стоя, потому что не все ведущие даже работают на 100 человек, некоторые вот максимум 10-15, всё, дальше не могу. А здесь девочки, которые первый раз выходят на сцену, ещё и в конкурсе, да, выходят и начинают, я специально им сказала, это будет активация со зрителем. Как вы справитесь? Было такое? Было такое, девочки справились. Здесь такой, знаете, эмоциональный вот толчок был, чтобы они перешли этот порог от чего-то того, что внутри себя сидит, чего-то я боюсь, да. Всё, уже ничего не боимся, пошли дальше. А дальше у них пошло уже просто по накатанной. Да, дальше пошло творческие. Про творческие номера мне вообще не все понравились. Здесь я не могу никого судить, потому что у каждой был тот номер, который тронул любого зрителя. Я была дико удивлена, когда я уже видео просматривала и видела, что люди плакали в зале. Ну, это что-то с чем-то. Всегда грамотный режиссёр говорит, и вот мои преподаватели мне говорили, зритель должен либо плакать, либо смеяться. И мы этой цели 100% добились. Вот. Что касаемо спортивного выхода. Здесь была фишка в том, что мы показали, не только стройненькие занимаются спортом, да. Ведь женщина на самом деле в пышными формами. Это разные есть вот причины, да, почему кто-то говорит, что там много ест. Да на самом деле, может быть, она немного, если у неё комплекция такая, да, у неё генетика такая или что-то ещё. Но девочки своим выходом спортивным показали, что даже в пышных формах они могут и на скакалках скакать, и обручи крутить, и на шпагатах садиться, и ногами, и резинками. Они могут всё делать, да, и гантели поднимать, всё могут делать. И это тоже был фурор, потому что здесь зритель увидел женщину вообще в другом, их амплуа. Ну и, конечно, финальный выход, он был феноменально достигнут, потому что здесь девочки себя показали во всей красе. Женщина с любыми формами может быть красивой, и она, конечно, достойна лучшего. Вообще сам конкурс он показал такой, знаете, мини-эпизод в жизни каждой из девочек, и мы этой цели, конечно, достигли. И отлично была подобрана композиция, исполнитель, да, под мужской голос они выходили, и песня была прекрасная, да, из репертуара Меладзе как-то красивой. Сегодня и каждая была красива, мы любовались, вот действительно, каждой участницей. И когда вышли члены жюри на сцену, когда одна из них сказала, что я не могу, моё сердце разрывается, я люблю каждую из участниц, это было вот просто настолько точно для каждого зрителя, я уверена. И ещё относительно жюри, ведь не всегда так бывает, что приз зрительских симпатий, да, и победительницы, они совпадают. В этот раз получается, что совпало. То есть всё равно конкурс есть конкурс, да, и как-то нужно было выбрать лучшую. Мне кажется, вот здесь единодушно все, честно, это было честно на самом деле. Ну, это, конечно же, не говорит о том, что другие участницы недостойны этого титула, достойна была каждая, и это было на самом деле очень-очень круто. Мы не поговорили про вашу группу поддержки, Наталья. Как вас поддерживали, кто вас поддерживал? Меня поддерживала моя семья. Кстати, и муж мне сказал, давай, участвуй, вдруг выиграешь шоу. Да, когда я ему сказала, что мне предложили поучаствовать в конкурсе, он такой, конечно, давай, давай, мы только за. Также был мой сын с девушкой, были друзья, были соседи. Ну, у меня 10 человек было, но тем не менее. Ну, это много. Ну, да, как бы, они за меня болели. Кстати, про шубу, про призы. Насколько вас они порадовали? Подарки, призы, как для вас это было неожиданно, ожидаемо? Или, может быть, хотелось действительно шубу? Шубу что-то не помню, чтобы подарили. Магия Меха, у меня. Я уже вчера пошла в обед с работы и купила уже себе пальто. Да ты что, поздравляю, ты уже и посморзалась. А можно ли сказать, что ваша жизнь до конкурса и после конкурса это какие-то две разные жизни, и что-то в вас поменялось, или поменялось в вашей жизни, или еще мало времени, или уже какой-то вот такой вот щелчок произошел? Ну, соцсети вообще взорвались. Да, взорвались. Тут сообщения, вот даже не успеваешь, ничего. Мне предложения поступили. Уже? Продолжение? Да. Замуж? Нет. Мы не замужем. Вести с детьми, с такими красивыми детьми. Просто вы так себя классно прорекламировали, сказали, я умею рожать красивых детей. Реально, дети все красивые. Точно. Поэтому я так подумала. Нет, мне поступили предложения детей, кстати, всех четверых, несмотря на то, что старше 24 года, на фотосессию хотят взять тоже для рекламы магазина. Ну и также предложили ехать на конкурс в Миссис Россия. У-у-у! Здорово. Я говорю, ну это же мне надо будет себя привести в форму. И, в общем, я отказалась. Потому что, ну... А так, наоборот же, конкурс про то, что не нужно никаких четких форм. Наоборот, пусть это все будет так, как есть, как тебе хорошо. Потому что, ну действительно, да, если комфортно в теле человеку, да, в том, который у него есть, зачем его менять и под какие-то стандарты его подтачивать? Зачем, если тебе в нем хорошо? Если вам в нем комфортно. В общем, я отказалась. Я буду с девочками. До победного, да? Вообще, относительно вот этой фразы, я буду с девочкой, мы сегодня хотели, я для зрителей скажу, разделиться на два блока, но мы решили этого не делать. И не делить участницей, все вместе в студии находиться, потому что разделить вас невозможно. Вы как-то очень сильно слились в этом конкурсе, сдружились и просто стали какой-то одной семьей. Как так случилось? Как так люди разные, которые еще месяц назад друг друга не знали, или полтора месяца, вдруг так стали хорошо общаться и дружить? Нас объединяет одно. Мы пышные, красные, да, мы пышные. Да, у нас как-то так изначально сложилось, что мы друг с другом не конкурировали. У нас, наоборот, была взаимопомощь, взаимоподдержка. И такое ощущение, что мы вот... Это был для нас не конкурс, а просто... Именно стереотип как будто сломать. Да, вот мы сломали. Для нас это был не конкурс. Мы просто ходили и показывали себя. И выиграем мы там, что-то не выиграем. И вот в моей визитке, кстати, было, что мы все участницы этого конкурса уже победительницы, потому что мы смогли перешагнуть через шаблоны, принять себя такими, какие мы есть, посмотреть в глаза своим страхам и комплексам, и выйти на сцену. И это оказалось совсем не страшно. Я вот хотела сказать о том, что действительно это прошло как не конкурс, а как концерт для людей. Да, мы сейчас к этому месту обязательно вернемся. У нас сейчас будет короткая реклама, 4 минуты, и потом второй блок, и мы снова будем говорить о красоте и любоваться вами. Оставайтесь, дорогие зрители. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. И снова я вас приглашаю в нашу студию, где очень много красоты, пышной красоты. Наши студии организаторы и участницы первого в Якутске конкурса красоты «Пышная красавица». Я представлю по именам, не буду уже так долго, чтобы время нам сэкономить. Ксения организатор, Хелька организатор, участницы Саида-победительница, Анна, Нина и Наталья. Всех очень рады видеть, всех уже успела полюбить. И, Ксения, вы этот праздник сделали, это уже точно, это вот ваше достижение, и оправдали то, что вас зовут, Ксения, праздник. Да, ваш статус, праздничный статус. Вы действительно всем подарили праздник. И то, как вы общались с девочками-участницами, то, как вы общались со зрителями, я просто сидела и любовалась. Вот это реально, реально, еще повторюсь, мастер-класс. И то, как вы девчонок объединили, мы как раз в первом блоке говорили о том, что вы их неимоверно сдружили. Я думаю, что действительно это ваша заслуга. Откуда у вас такие таланты, такие навыки, где этому обучают в Якутске и обучают ли? Это вообще врожденное. Нет, на самом деле это просто опыт. Я много лет, 22 года, 23 год пошла, я работаю в сфере культуры. Ну, имею, конечно, профессиональное образование в сфере культуры, режиссер-постановщики, массовых эстрадных, кстати, программ, отличные культуры. И мне не дается вообще трудности в общении с людьми. И как бы я, когда подхожу к организации определенного мероприятия, я конкретно понимаю, что я хочу. Но я для начала вижу у себя в голове, будет ли это, не будет, выстроить или нет. Потом я всегда подбираю себе команду, допустим, я вот Ольку, да, мы с Олей уже делаем третий проект, подбираю себе команду, я понимаю, что люди будут со мной на одной волне. Зачем себя растрачивать на, так скажем, не совсем понимающих меня людей, да? И девочки, когда вот собрались, конечно, это с виду кажется, что я такая добрая, всегда улыбаюсь, хожу. Да, добрая, добрая. Были моменты, когда я их ругала на репетиции. И даже в день мероприятия я сначала а-та-та, потом все девочки собрались, пошли. И вот как бы, ну, даже обид-то нету. Вы легко шутите, у вас такой легкий юмор, он такой прямо какой-то емкий, и так хорошо это все так как-то разряжает обстановку. У нас есть звонок нашего зрителя. Алло, здравствуйте. Наушники, пожалуйста, кто вы не услышите? Или наденьте, или там один на двоих, как-то, если кому-то не хватает. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Да, меня зовут Жанна Пайсельская, я из города Якутска. Я бы хотела несколько слов сказать о конкурсе и задать Ксении Анатольевне, организатору, вот пару вопросов. Ага, я сама присутствовала в самом конкурсе, как группа поддержки Саиды, и поочию видела и ощутила это в первом мероприятии. А хочу отметить, что там царила праздничная атмосфера и действительно дружеская обстановка. Все участники друг другу желали удачи. И особого духа соперничества как бы не ощущалось. И мне понравилось высказывание одной из участниц, что все они в действительности победители, что приняли такое решение для себя. И вправду стоит отметить, что женщины вот с этими роскошными формами, солидными размерами особо не любят быть в центре внимания. Они всегда прячутся под темной одеждой и даже при фотографировании стараются не вставать на передний план. И вот хочу поблагодарить организатора Ксению, за то, что эти самые роскошные женщины смогли раскрыться. И это очень радует, что конкурс будет и дальше продолжаться. Спасибо большое. А если говорить о Саиде, то хочу отметить, что она 100% вложила всю себя. Мы видели и чувствовали, как она ответственно относится к мероприятию. Я сама была очень удивлена, как она себя показала в зале. И честно скажу, что много сил вложила, чтобы снять свой психологический барьер и волнение. Потому что она как представитель северного народа Саха, в жизни она очень скромная. И даже больше скажу, что она не всем рассказала о своем участии. И поэтому у нас в группе поддержки в зале было не очень много. Было просто по пальцам перечитать, да, можно было. Но тем не менее, вот мы были очень рады, что она удостоилась номинации «Призрительских эмпатий». И как бы хотим сказать, что мы гордимся ею. Спасибо. Да, и вот два вопроса к семье. Угу, слушаем. Вот. Первый вопрос. Так, если мы обсуждаем вот это данное мероприятие, ну, наверное, стоит не только положительные стороны смотреть, но и, наверное, трудности, с которыми вот, ну, столкнулась она как организатор, да. И хотела вот такой вопрос задать. Что вот Ксении вам не удалось, и на что будете уделять большое внимание при организации следующего конкурса? И второй вопрос. Вот название конкурса «Мисс Пышка» это представка Мисс Ко, знаете, что это запада, ну, относится к западу, да? Этот термин как бы относится к незамужнему девушкам, но при этом положения конкурса, как бы в критерии о социальном положении не было, да? Ну, это и правильно, да, что как бы все были, у всех можно, ну, как бы все принимали участие, я считаю, это правильно, да? А сейчас наша страна максимально уходит от влияния Запада, все знаете, да, и занимается импортозамещением и исключением из терминологии вот иностранных слов. Вот планируете ли вы с этим, да, поменять, может быть, название конкурса и использовать наш богатый русский язык? Спасибо вам. Спасибо вам большое за вопрос. Практически половину моей работы группа поддержки Саиды выполнила, пожалуйста. Я отвечу вам на первый вопрос. Конечно, минусы для меня, как для организатора, я однозначно увидела, я их знаю, но трудности были в чем? Первая трудность, самая главная, и это все, наверное, увидели, и не только я, и девочки ощутили на себе, и зритель в первую очередь. Конечно, нам было мало места. Места в плане вот самого проведения конкурса. Мы не ожидали, честное слово, что будет такой аншлаг в зале. Но на будущий год мы однозначно уже найдем, ну, более большой зал. Но сразу хочу сказать, что формат данного конкурса в плане, я так назову даже диалог со зрителем, участник и зритель, он меняться не будет. Это не будет сцена, то есть это не будет зритель сидеть в зрительном зале. Формат будет оставаться такой же. Это будет определенно какой-то большой банкетный зал, но уже в другом помещении, потому что именно данный конкурс я не хотела бы превращать вот просто как сценический конкурс, где зритель себя будет чувствовать не совсем комфортно. А здесь было ощутимо, что зрителю комфортно, и они вот были с нами на одной волне. Конечно, помещение – это однозначно главный такой вот, ну, скажем, минус, да? Не то чтобы минус, это на первый раз вроде бы хорошо, но нам не хватило места. Ну и второй момент, конечно, мне бы очень хотелось, но, к сожалению, не совсем получилось, привлечь более, поболее, скажем, спонсоров данного мероприятия. Я, конечно, очень благодарна тем, кто нас поддержал. Это ресторан «Крыша», это магазин модной стильной одежды «Калинка», кстати, для пышных дам, это салон верхней одежды «Магия меха», очень много салонов красоты. Кстати, Анечке, вот, сейчас я хочу сказать спасибо, она прям так… Раскрою, да? Да, прорекламировала. Салоны красоты подключились. Вот, но я думаю, что это вот ответ на первый ваш вопрос и отвечу на второй вопрос. К сожалению, вы неправильно озвучили название конкурса. У нас называется не «Мисс Пышка», он называется «Пышная красотка». Абсолютно русское название. Даже когда выбиралось название конкурса, никакой «Пышки» и «Мисс Пышка» об этом речи не было. Я понимаю примерно, откуда вы увидели это название, просто наш один партнер не совсем верно указал название конкурса, и, к сожалению, не успели они поменять рекламу, хотя я неоднозначно об этом говорила. Спасибо большое. Отметили минус, а он как будто бы, я была в зрительном зале, для меня был даже и плюсом, потому что было настолько, вот все мы вместе были, как будто одно целое. И люди даже, да, были в проходах, стояли, да, но как будто бы это не мешало и не испортило ничего, не восприятие, ничего. Было, наоборот, как-то тесно и хорошо. Потому что вот я даже не знала, что вот здесь будут фанаты Саиды, я просто как-то случайно, да, я там села, и оказалось, что я вместе с ними, и мы были так рядом, и это был такой обмен энергии. И мне кажется, то, что были участницы и зрители на одном уровне, то, что это было вот так вот близко все, по ощущениям это, наоборот, добавило какого-то такого креатива. И, кстати, Ксения, это же ваша фишка, вы делаете, проводите мероприятия в Якутске, которых вообще никогда не было, и пышная красотка это не единственное. Вы еще проводите мероприятия впервые, такие как вечеринка 90-х, да? Да, начали мы проводить такие вот проекты, которые, ну, как я говорю, чтобы они стрельнули на зрителя, для того, чтобы разбавить немножко вот обыкновенные какие-то вечера, да, которые вот проводят. Первый вечер мы провели в январе, 5 января мы провели вечер шансона, где мы пригласили артистов, которые много-много лет назад выступали, но бывает, как у артистов их забывают, либо они вот, ну, в сферу каких-то своих вот... Уже других профессий уходят. Да, они не выходят на сцену, и здесь мы их пригласили, люди вспомнили, и люди их, кстати, помнят, и поют их песни. Это, конечно, был очень душевный такой вечер. Было потом, конечно, очень много тоже отзывов. Буквально недавно, недели три назад, да, мы провели... Я уже просто так все спрашиваю. Мы провели вечеринку в стиле 90-х. Кто смотрел вот эти рилс короткие, все прекрасно видели, люди пришли в костюмах. Я просто в рекламе прописала обязательные условия, дресс-код. Но я была крайне удивлена, когда я увидела, что мужчины пришли в кепках с цепями, спортивные костюмы, женщины, да, женщины в джинсах, властинах, с хвостиками, с жвачками накрашены. Мы сделали программу полностью 90-х. Вот тех лет вспомнили, игры в резиночке, там прыгали, играли, было все. Далее вот у нас прошел конкурс «Пышная красотка», но мы на этом не останавливаемся. Мы с девочками решили о том, что мы будем продолжать расширять нашу деятельность. Мы, конечно, к себе приглашаем активных девушек, женщин с активной жизненной позицией, которые не стесняются своего веса, своих объемов пышных, к нам присоединиться. Мы будем все-таки расширяться в том плане, что вести активную работу. У нас уже на эту субботу, кстати, заказ есть. Девочки будут представлять коллекции модель магазина «Калинка». Их будут снимать, поступают предложения. И мы хотим далее развивать эту тему, все-таки красоты, пышные дамы. Впереди, конечно, много проектов таких интересных. Мы хотим сделать вечер «Кавказская культура», где девочки тоже примут участие «Кавказская культура», показать именно культуру Кавказа. Ну и, в принципе, вот так вот план, уже, скажем, до сентября расписан. Так уже даже и в зале были желающие на следующий конкурс «Красоты, пышная красавица», прийти «Пышная красотка». И вдруг вы такой, что вам придется кастинг проводить и набирать из большого количества людей. Вот ничего сказать не могу, потому что, честно, не могу, не буду врать. Я не знаю, как, ну, однозначно, ежегодно этот конкурс будет проходить. Конечно, есть планы в Роборос, а их нужно строить, чтобы это был уже республиканский уровень и так далее. По поводу отбора, может быть, и будет. И, скорее всего, он будет. Но мы не будем однозначно ставить грани по объемам, потому что конкурс сам говорит о себе. Я не хочу, чтобы кто-то чуть меньше оказался в стороне, да, а кто-то чуть больше вышел. Здесь самое главное – харизма и себя подача. Да, вот это вот и будет самый основной такой момент конкурса, то, что он доступен будет, в принципе, для каждой девушки, которая просто хочет показать себя, рассказать о себе. И отлично, что мы назвали тех людей, которые вас поддержали в нашем городе. Есть спонсоры такого конкурса, значит, он будет продолжать жить. Потому что без спонсоров, ну, понятно, что никуда. Я думаю, что нужно было их назвать, и ничего страшного, что это была небольшая реклама. У нас остается не так мало времени до конца эфира, у нас остается 5 минут. Возможно, кто-то из вас хочет что-то еще сказать. Я что-то не спросила, а вам бы хотелось. И, может быть, какие-то ваши пожелания тем женщинам, которые немножечко стесняются своего тела, своего пышного тела. Я вам предлагаю сделать так. Давайте прямо вот девочки помимо меня все все скажут. Хорошо, чтобы им было то же время. Вы знаете, когда мы запустили вот эту рекламу, что мы набираем, у нас ограничение было по возрасту. У нас было до 43 лет. А у меня звонили девочки, которым 50+, и они так хотели участвовать. Ну почему, ну почему? Мы тоже хотим участвовать. Поэтому нужно будет тоже по категориям вот этим возрастным нам будет подумать на следующий момент. Все за счет, вообще не будет, пускай никаких, пусть будут все. Либо наоборот сделать 50+, допустим, пушная. Только 50+, почему бы нет сделать из девочек 50+, там 50-60 и дальше. Почему нет? После такого выхода, мне кажется, вообще можно все стереотипы выбросить и зачеркнуть, и просто сделать что-то такое для души. Потому что у вас такая заявка для удовольствия. И было очень красиво. Правда. Да, я хочу вот сказать, чтобы да, мы, мы сильные, мы все сможем. Не надо оставаться в стороне, быть активной, позитивной в жизненных позициях, на все все-таки смотреть с улыбкой, а не через слезы, закрытые глаза. Да, ну и широко улыбаться и идти вперед. Ну вы оторвались, Нина, на этом конкурсе. Человек просто пошел в отрыв вообще. Этот номер был, это был рэп. Это было очень... Мне, конечно, слова были очень тяжело даны. Я хотя, когда репетировала, даже не задыхалась, но когда вышла, все равно атмосфера меня немножко поглотила, волнение. И я на каком-то моменте задохнулась, даже потерялась, потом такая взяла себя в руки и закончила, как оно, в принципе, и должно было закончиться. Это, наоборот, было классно, когда человек волнуется. Мне кажется, наоборот, это здорово. Да, это настоящий человек, да. Я не искусственная. Ну, у меня было очень много эмоций. Я прямо, начиная как с подготовки, как с репетиций, вроде на репетиции все были какие-то зажатые, вот так вот ходили, а потом уже как-то это... И эти эмоции до сих пор, они прямо выходят, как только вспоминаешь, и сразу прям так хорошо. Можно? На ночь вроде бы забывается, а утром просыпаешься и опять музыка играет. Нет, мне все снится. Все, как я говорю. Я прям закрываю глаза, и мне прям конкурс снится и снится. Я сама еще это настроение до сих пор продлеваю в себе. И вот сегодня даже я тоже, вроде бы я не волновалась, но я волнуюсь, предательски сохнет рот, и я понимаю, что ну это реально так классно, потому что вот этими вот эмоциями, настоящими, как будто я вот их сама на этом конкурсе вот прям вдохнула. Это было прям искренне настолько, что просто зашкаливало. На самом деле огромное вам спасибо за то, что вы сделали этот конкурс. Вы все вместе, Наталья, и вот мы еще есть время говорите. Да, вот хотела сказать, кстати, про репетиции. Там тоже зря мы не снимали, наверное, там были такие смешные вроде бы моменты, потому что я с этой скакалкой, и мне Ксения наоборот говорит, Наташа, не скачи, выходи, выходи, а я там хотела вообще выскочить. А у тебя тут народ будет сидеть, ты побьешься. С какалкой. Потом наоборот как-то... В греберку забежала. Да, спорили там, Ксения нам говорит, вы идете туда, мы не хотим идти туда, мы пойдем туда. Короче, ну, Ксения молодец, вот очень большое спасибо Ксении, очень большое спасибо Оле. Ксения, ты наша, как мы, Оля, молодец. Оля с нами, да. Я вот насчет Оли хочу добавить, Оля вообще приняла на себя тяжелую артиллерию, это вообще, когда была рассадка, и когда призвицких симпатий выбирали. У нас осталось 10 секунд, девочки, огромное вам спасибо за то, что вы пришли сегодня и подарили еще красоту, еще настоящие искренние эмоции. И всем слушателям и зрителям спасибо за внимание. Спасибо.